Все начинается с хобби. Ну, хули, кафе открыть. Комнаты для привата, диваны в сперме. Я не помню вообще сомнений. Ешь том-яма, рядом массажируют ноги. Прям в этот же день начинается полная посадка. А Юск вообще знает, что из их одеял делают культовые пуховики? Какой новый будет ресторан? Крис, я тебя презираю, но ты вдохновил меня на это место. Привет, дорогие друзья! Это новый Федери Влог. Мы приехали к молодой, но очень перспективной семье Михаилу и Дарье Кацуриным. Пройдемте! Даша и Миша Кацурины. Создатели приветов. Китайского, вьетнамского и тайского. Даша, мама бренда Кацурина. Миша, ресторатор и музыкант. Даша, а можно провести мне экскурсию лучше? Я могу, я могу. Лучше проведи мне экскурсию. Хорошо. Это наша мастерская. Это мастерская? Я думал, это магазин. Ну, слушай, мы модным словом просто называем. Мне не нравится слово шоурум и магазин, а мастерская как-то классно. Это наша Кацурина Вояж, коллекция летняя. Кацурина Вояж. Вояж, да. Мы придумываем в каждой коллекции какие-то названия, которые характеризуют коллекцию. То есть ты купил на самом деле шорты льняные, а на самом-то деле Вояж. Ну да, а чего? Нет, нет, почти пахнет Луи Витон. Потому что у них тоже слово Вояж часто фигурирует в каких-то вещах. Вояж. Да, это Вояж, а вот там вот примерочная, там сейчас как раз просто примерка происходит. Так давайте же посмотрим, она самая интересная. Миша жаловался, что мужской одежды все, нет. Да, мужской одежды больше не будет. Вот единственное, что у нас есть бестселлер наш, это льняная Оверсес рубашка. И в этом году мы сделали мини-версию детскую. Как пришла ты в фэшн? Пять лет назад я только начала отношения с Мишей и очень хотела один пуховик. Но у меня не было финансовой возможности. А какой это был пуховик? Пуховик это была Марджула и H&M коллаборация. Они сделали такое одеяло пуховиком. Не могла его найти и не сомневались, денег у меня не было на него. И я решила поехать в Юск, купить одеял, сшить и пошить себе такой пуховик. Вот, и я его сшила. Произвела впечатление на своего будущего мужа, очень эффектно. Он говорит, давай продавать, срочно это все купят и всем нужно. И вы начали продавать эти пуховики? Да. Миша ездил в Юск. Мы сшивали реально одеяло. И это все было на дому у одной швеи. Миша развозил как курьер. Я со всеми переписываюсь. Плюс еще беременная. Если мне кто-то не нравится. Но ты всегда беременная по этому. Да, да, видишь, ну это перманентный мой процесс. И вот так оно и началось? Да. А как бренд появился пуховика? Когда ты решилась написать Кацурина на лайбочке? Сразу? Нет, конечно, нет. Я вначале вообще без бирок было, все такое очень... Пуховик без бирки продавался или там была бирка Юск? Я не помню, кстати. Вообще вначале не было бирок. А Юск вообще знает, что из их одеял делают культовые пуховики? В какой-то момент нам подходило только определенное одеяло с определенным наполнением, определенной маркировки. Вы купили все, что было в Украине. А потом они поменяли наполнение. Мы нашли, короче, поехал от нас мужичок в Польшу, значит. Загрузил огромный грузовик. Именно вот того артикла мы перепроверяли все одеяла. И привез нам, и мы делали. И сколько купили одеял? Ну мы продавали пару тысяч одеял за сезон продавали. Пару тысяч? Ну хорошо, полуторы, может быть. Не знаю, Миша сейчас бы подсказал мне. Ну хорошо, ну то есть не 20. Нет, не 20, и не 100. Это же просто... Ну мы же их как бы... Чистая бендеровщина, это же так гениально. Но сейчас, естественно, мы уже используем путь. А есть люди, которые до сих пор это новосят? Мне кажется, да, 100%. У Веры Брежневой, кстати, есть еще первый-первый пуховик. И она в нем ходила? И она в нем ходила, и более того, он даже у нее есть. Я считаю, что это победа предпринимательства Украины над здравым смыслом. И это грандиозно. Вот это и есть настоящий бизнес. Какая же это крутая смелость, наглость и вот креативность просто не бояться делать вот эти вот вещи. Это то, о чем Миша говорил. Мы сейчас тут делаем монтажную склейку. Не ссать. Это муж мой, это все Миша. То есть я очень, я боялась, что никому не понравится, никто это не будет носить. И все, а Миша такой, давай. Подожди, подожди, подожди. А как был ланч этого пуховика? Как это происходило? Слушай, мне тогда было, ну не так, что было очень много подписчиков в Инстаграме, но... Сколько? Я тогда не помню, 5 лет назад. Ну, там, не знаю, 10 тысяч, может быть. И... А сейчас сколько? 95. Не ошибка, большой прирост. Я просто запостила у себя, еще в Фейсбуке запостила. И вот просто... Органика. Вообще, мы ничего не рекламировали. Более того, у нас было в начале правило, мы никому ничего не дарили. И я же тебе говорю, я была беременна, на какие-то гормональные у меня были сбои. То есть я могла не ответить, если мне человек не понравился. Ну, то есть... Ты заходила в профайл, а тебе не нравилось? Да, да, не нравилось? Да, да. Это уже... Ну, и Миша говорил, что, Даш, может, мы делегируем? Ну, то есть я понимаю, что там не так, что много... Ну, короче, а я говорю, нет, только я могу ответить. А дальше, почему ты на этом не остановилась? И продаете ли вы до сих пор одеальные пуховики? То есть люди по-прежнему просят, просят, просят? Да, да, да. Ну, естественно, мы их как бы сделали легче, удобнее. Натуральный пух используем, лекалы полностью поменяли. Но глобально это те же, они чуть меньше стали, но да. Посмотрите еще интервью с Ксенией Шнайдером. Вот здесь будет где-то тут или тут ссылка про ловушку супер успешной вещи. Про вот эти вот джинсы, шорты. Точно такая же, более того, и я с Ксюшей в какой-то своей очередной там страдании. Я говорю, а Ксюша, я больше не могу это делать, я не хочу. И она мне говорит, Даш, а теперь успокойся. И сделай, поменяй ткань, чуть-чуть поменяй лекала. И сделай то, ради чего тебя любят и ради чего знают твой бренд. Что сейчас происходит? Сейчас происходит. Слушай, у нас до этого было 2 коллекции в год. Сейчас как-то мы сильно разогнались, и у нас 4 коллекции в год. 4 уже? Да, да. У нас появилась классная команда. Вначале появилась Workwear, может, ты видел, какая была рабочая одежда. Оранжевые такие комбезы были. Да, 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 было. Это была как бы первая наша непуховичная история. Потом появился Voyage. Voyage? Который мы уже вот третий год делаем. И это конкретно одежда для путешествий. Обычно ты набираешь в отпуск кучу вещей, а носишь в итоге одни шорты и какую-то майку. И я так в идеальном моем мире, я представляла, что это 5 вещей, которые ты кладешь, и ты миксуешь между собой, и тебе очень удобно, ты не берешь лишние вещи в путешествии. То есть налегке. Да, налегке. Все цвета между собой сочетается, все между собой мячится. А я, насколько понимаю, вы очень много путешествуете. Ну и слушай, сейчас время, что как бы не очень много мы путешествуем, но вообще да. Когда вы путешествуете, как вы общаетесь с удаленными командами? Вот с приветами, с фэшеном? Как выстроена эта связь? Слушай, ну с фэшеном не так сложно, потому что у нас команда уже не меняется 4 года. И в Катурине все намного проще, а тут все работает уже классно и без меня. В приветах. Слушай, они очень любят, когда мы уезжаем, кстати. Почему? Потому что мы их не трогаем. И очень часто, у нас же есть правило с Мишей, что мы на январь всегда улетаем. Ну, то есть на целый месяц. И месяц, как бы, команда без нас. И они очень, очень любят это время, особенно директора, потому что Миша их не долбит. То есть вы даете им отдохнуть? Да, и даем отдохнуть, есть свобода. То есть это долгожданный выдох. А я тоже много путешествую, и я на связи со своим бизнесом благодаря Киевстар. Я абонент Киевстар 22 года. Не меняю номер 22 года, но при этом меняю тарифные планы. Сейчас план, который кроме голосовых каких-нибудь общалок, входит куча всего. Это терабайт облачного хранилища и возможность сработать с привычными программами, такими как Word, Excel и многими другими. А еще возможность общаться, например, со всей командой одновременно с помощью Microsoft Teams в рамках одного тарифного плана. Мы вообще давно в Федере верим в облако, потому что мы начали использовать облачные решения, по-моему, лет 7 назад. Но сейчас эта штука развивается еще активнее. Сейчас можно редактировать документы одновременно, например, я с телефона в одной стране, какой-нибудь менеджер с компьютера в другой. Все находятся вне офиса, и вот этот вот новый гибридно-дистанционный мир, он требует таких решений. Поэтому сейчас у Киевстар куча таких решений. Выбирайте свой тарифный план, будьте эффективными с Киевстар, и не забывайте создавать что угодно. Что угодно, но создавать. Примерка затянулась? Вы боитесь весь этот час? Да вам требовало выходить. Кустарники, уютно. Пойдем, буду показывать тебе, что у нас тут есть. Скажи мне, леопардовость откуда пришла? Типичная тайская леопардовость в Таиланде, в джунглях Таиланда водится огромное количество диких животных. Леопардов, пантер. Ну нет, на самом деле это просто нам захотелось, чтобы на самом деле все началось с массажного салона. Мы хотели здесь массажный микросалон. То есть у нас две тайки работают. Чанлада и Каранжит. Чанлада и Каранжит. Вернее, Чанлада работает, а у Каранжит беда приключилась. Брат убил отца во время карантина. Ну и это ее огрочило, ей пришлось выехать из страны. Теперь у нас вместо нее какая-то другая девочка только заступила на службу. А посадка это вообще японская. Вот эту историю с тем, чтобы ноги засовывать под стол. И я ее где-то в Киото обнаружил. Решил, что от Киото до Чангмэ рукой подать сделали здесь. А это все, собственно, прошлый монарх тайский Рама-9. Сейчас его сын находится на престоле. И вот на сыне природы отдохнул, а Рама-9 сделал Таиланд туристически знаменитым. Но у них же там какой-то был траур, сколько было? Траур, и он продолжается до сих пор. Вот он, он такой самый хипстерский монарх. Во-первых, у нас все время в рей-бенах. Во-вторых, у нас все время, я так понимаю, не в храме. Он с лейкой, с фотоаппаратом. То есть он увлекался фотографией. И очень такой... То есть мегамонарх? Мегамонарх, да. Хорошо. Скажи мне, а что здесь тайское, а что здесь украинское? Смотри, в принципе, вот все то, что предположительно не украинское, оно не украинское. Мы привезли несколько тонн антиквариата из Таиланда, Бирмы, Индии. Тонн. Тонн. Вот все, что ты видишь, даже эти портреты, мы их не распечатывали. Я их покупал в Бангкоке на рынке Чатучак. Сколько стоит несколько тонн антиквариата? Не помню. Помню, сколько у меня стоила доставка. Я помню, что доставка у меня обошлась в 8 тысяч долларов. По какой-то невероятной схеме и скидке. А цену антиквариата я уже не помню. Вентилятор, кстати, это General Electric. То есть они как бы не совсем тайские, но мы их тоже в Бангкоке нашли. Это начало 20 века. А он рабочий же, да? Они рабочие, но они мотыляются в разные стороны так сильно, что мы боимся, они однажды кому-нибудь отрежут голову. Поэтому мы их не включаем, они чисто декоративную функцию отыгрывают. Вот статуи, которые ты ощупывал, они тоже тайские. Я пытался понять, это ангелы или нет. Основание для столов – это красное дерево, которому несколько сотен лет. То есть дальше мы уже доделали украинский столешний сайт. Это Таиланд. Тут есть архитектор этого заведения? Слава Белбек. Тоже Слава Белбек. Да, 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 Слава Белбек. Вот эти товарищи – это бирманские статуи. Мы их не могли… На самом деле за них отчасти задержался проект этот, потому что они не приезжали. Мы не могли их вывести. Для того, чтобы вывести религиозные реликвии, нужно получать Будда-лайсенс, так называемую. Что это не будет садекорейшн, а будет… Я не знаю нюансов, просто надо получать эту лицензию, это занимает время. Мы думали, что купили, привезли и все, а оказалось все иначе. И вот из-за этих товарищей мы не могли открыться. Это 700-килограммовый тигр. У нас была задача самого уюбичного тигра найти вообще в этой вселенной. И мы его нашли где-то на обочине, собственно, в Чингмайе. Он даже, по-моему, не продавался. То есть он просто лежал. У меня есть фотография, он такой вот там в мусоре каком-то. И это наш талисман. Мне кажется, что у нас получилось. То есть он очень плохо выглядел. А вот скажи мне. Да. Вот это вот заигрывание, назовем так, с эстетикой безобразного, как это называет один мой арт-директор. Где грань и вообще как с этим работать? Савва Липкин, ресторатор одесский, он говорит, что перед открытием самое сложное и самое важное – добавить в новый ресторан срача. Нет срача, людям будет плохо. Савва очень высокохудожественный чувак, на самом деле. Сто процентов. И он очень здоров в этом смысле. Мы вообще любим даже не заигрывать, а такие обстоятельные реверансы делать в сторону неказистого. На самом деле тот же самый массаж, он же тоже не очень уместен в ресторане. Потому что ешь том-яма, рядом массажируют ноги. То есть с едой это как бы связано очень опосредованно. Но мы, в принципе, наши бренды построили на вот подобных противоречиях. И, например, в китайском привете все началось с того, что мы подавали личинок. Змеи, личинок, бычьи члены и так далее. И там, на самом деле, таких штук много, я о них расскажу позже. Гостям это безумно нравится. У нас вообще наша такая внутренняя ответ на вопрос, зачем к нам люди ходят, это уникальная еда и впечатление. То есть еда, понятно, она просто должна быть вкусной. То есть здесь все просто. А впечатление это как раз наши массажи, личинки, тигры и прочие штуки. Это просто весело и интересно. На мой взгляд, люди приходят к нам не только за едой, они приходят просто интересно провести время. И, соответственно, вот каждая такая деталь, она копилочку вот этого классного времяпровождения. Но это же вопрос смелости и чувства юмора. Это вопрос смелости, это вопрос чувства юмора. И это все равно вопрос того, что вокруг должно быть много красоты. Если мы сделаем одни трешовые вещи, то есть наполним это пространство подобными тиграми и все. И массажем, то в целом, я думаю, что юмор здесь не сочетается. Так или иначе, это история про контраст. И у нас, например, дорогая итальянская хендмейт посуда, за которой Даша, моя супруга и партнер, летала в Париж и выбирала ее на выставке. То есть там каждый стакан стоит 40 евро. Соответственно, вот этот тигр. А можно посуду какую-нибудь дать? Мы, например, всю основную посуду собирали на eBay и Амазоне для основных подач. Это Вилтон, американская фабрика, которая делала оловянную посуду. И она ее уже не делает несколько десятков лет, то есть для армии американцев. Мы собирали просто из каких-то частных любителей по одной, по две, по пять, по десять тарелок разных. Они все разные, мы их свозили со всего мира сюда. Вот это? Да, это все Вилтон. Вот это оно? Да. Это и БС-ка история. Да. Ребзя, а можно мне с бара дать рельефные стаканы ребристые? Красивый звук. Да, красивый звук и классно, что они не бьются, потому что ежемесячные расходы, например, на керамическую посуду в китайском привете на бой 1050 гривен. Просто на бой. 50 тысяч гривен. Да, просто бьется. Скалывается на мойке, бьется официантами. Ты ничего с этим не можешь делать. На день рождения, знаешь, бывают, дарят пафосные подарки. Мне подарили графин для виски стоимостью, ну, не знаю, как мотоцикл. Он был такой дорогой, что я его год держал в коробке, думаю, ну, это самое. В итоге, ну, какого хрена. В общем-то, в какой-то момент взял бутылку коньяка, открыл туда, перелил, поставил. Хорошо, вчера разбил. Хорошо. Причем крышечку. Крышечка там была такая вот, это самое, вечером. Пау! Слушай, требезно. Вот это стакан, о котором я говорил. Это? Вот они стоят. Тоже Париж? Это Париж. Вот это Париж. Там есть выставка Мэйсен Обже. Или Мезон Обже. Или что-то Обже. Что-то Обже. А вот человек способен отличить, что вот это вот дорого и красиво, а это недорого и тоже красиво? Я думаю, что человек чувствует. Я думаю, даже не обладая какими-то эстетическими воззрениями обстоятельными, человек просто чувствует, что, например, и на уровне, знаешь, как с музыкой тоже на уровне ощущений, ты слышишь, что актуально, а что не актуально. Ты не знаешь, какие, например, там, какой сейчас модный звук. Но темно ты чувствуешь, что это сегодняшний день, например, а это там какой-то позавчерашний. То же самое касается и, мне кажется, любых, как и в дизайне. Индия 18 века, двери, на мой взгляд, это весьма эстетично. Посуды подобные, это весьма эстетично. Например, форма, в которую ходят наши официанты, зелень, которая здесь все увешана, и тот сервис, который мы даем, и еда, которую мы подаем. То есть здесь множество деталей. Мыло, которое у нас изначально было, например, Лилаба, сейчас мы пользуемся Зелинским и Розой. То есть вот эти маленькие мелочи, которые стоят... Привет, дорогие. Которые стоят реально дорого. Люди об этом знают. Да, это тоже мы привозили из Таиланда, собственно. Да, это вешалка. Ну, грубо говоря. Как правило, то есть такое мыло, например, стоит весьма дорого. И обычно его не позволяют ставить себе в заведениях общественного питания. И на контрасте с тигром это работает. Это, например, Париж, это Клинанкур. Эти ржавые столы, это не просто кусок ржавого металла скрипучего. Это столы из Парижа, винтажные, которые мы отчистили. Они неудобные, они шатаются. А как вы их покупали? Приехали в Париж, пошли на Клинанкур, купили столы, привезли. Но это вы решали или архитектор? Мы всегда делаем в коллаборации. То есть для нас как раз очень важный момент. И мы об этом сразу же говорим. О том, что мы будем это делать вместе. Мы вместе летим в Таиланд, мы вместе это выбираем. То есть с вами летал в Таиланд выбирать люди штуки, да? А сколько времени в этот ресторан делались? Момент до 1? Начали. Идея до начала стройки, это месяцев 9. Точнее, не с идеей, а с момента, когда мы решили, давай, делаем. Мы в августе, мы поехали на Burning Man с Дашей. Нашли ролевую модель для себя. В Лос-Анджелесе есть чувак, Крис Янденбург, шеф-повар, тайец, экспат, еще там в каком-то поколении. И его супруга, с которой они открыли прям такие панковые тайские кафе, они называются Night Market Song, с трушной правильной едой. Это, собственно, практически то же самое, что делаем мы. Берем честную еду, вот настоящую, мы ее не адаптируем, и вписываем ее в, на наш взгляд, классный интерьер, с классным сервисом. И с легкими элементами панка. И с легкими элементами панка. Они делают то же самое, и нам это до такой степени пришлось по душе, что мы решили. Я купил его кулинарную книгу, и по Таиланду вместе с нашим шефом мы ездили по этой кулинарной книге. Я ему писал в Инстаграм, и куда-то еще писал, он мне ни разу не ответил. Я уже потом начал его просто отмечать в сторис, писать, что Крис, ты чмошник, и там как-то его пытаться поддеть, может быть. Его ты чмошник. Ты нас так вдохновил, и я сперва дефирамбы выпивал, а потом начал его презирать. Я очень хотел познакомиться, и прошел все стадии. Знаешь, есть такой треугольник Карпмана, или Карпмана? Карпмана. А в психологии там есть жертва, преследователь и помощник. Вот я прошел все эти три. То есть сперва я восхищался им, затем я его презирал, затем я смирился. Вот, собственно. И тем не менее он вдохновил меня на это место. Крис, я тебя презираю, но ты вдохновил меня на это место. Подожди, я не ответил на твой прошлый вопрос. От момента идеи до момента стройки прошло 9 месяцев. От момента начала стройки до момента запуска проекта прошло еще плюс-минус 7 месяцев. То есть между полтора и два, плюс-минус, но ближе к полутора годам. Да. Мы вернемся к вопросу фильма. Это был порыв или маркетинг, или что это было? Изначально это был порыв. У нас была гипотеза, что то, что мы делаем, это интересно. Как и, собственно, с любимым бизнесом, ты проходишь через такое количество приключений, что их здорово было бы запечатлеть. То есть это был просто фан. Но он оказался и классным маркетингом. Год назад мы решили открыть такие тайские рестораны. Нам понадобится 300 тысяч долларов. Прилетели в Бангкок. Мы выпустили фильм спустя год после открытия. Я сам его вместе с режиссером монтажа отсматривал, все монтировал. То есть это был долгий процесс. И как раз начинался какой-то очередной локдаун. И это, кажется, октябрь прошедший. И уже начались панические настроения. То есть нас еще не закрыли, но начало много людей болеть. И те, кто подписан в телеграм-группу на ковидные рассылки, они были в панике в большинстве своем. И это конкретно сказалось на посещаемость. То есть она упала прям сильно. Она упала так сильно, что прям... Не грустно было вообще. Не грустно. Ну, какая-то погода, знаешь, такая, стене людей мало очень сильно. И тут день рождения тайского привета. И мы выпускаем фильм. И просто это тот случай... Ой, Любафити привез. Мочи, мы же тут вдвоем. Это как раз отлично подплатила. Мочи. Тут день рождения тайского привета. Мы выпускаем фильм. И тут, ну, то есть это как magic такой. Знаешь, как включили он. И просто прям в этот же день начинается полная посадка. И она просто... И она не закончилась до сих пор. И люди просят, посадите меня рядом с теми окнами, которые стоят столько много денег. А можно рядом стоить статуей. Ну, то есть просто... У нас никогда не было таких кейсов, когда просто в один момент у тебя полная посадка. Ну, точнее, в смысле ты открываешь проект. Понятно, у тебя там устраивается очень вся история. Но когда вот так вот... И мы были в шоке. На самом деле... То есть он очень в удачное время просто был запущен. Все стало очень персонализировано. Люди, во-первых, узнали о том, какой труд вложен в подобную, казалось бы, простейшую историю. Ну, хули, кафе открыть. Купил еду, продал еду. Казалось, что это целая длинная история с большим пристрастием. И да, они начали просить посадить возле там... Ну, эти окна нас там кидали. И есть история про окна. Просить принести им тарелку спермы. Тарелка спермы – это блюдо есть так, джок. А я нарекла тарелкой спермы. Да. Перетертый рис в Азии едят во время болезни. Сразу уже звучит как... Как успех. Переместичный. То есть, это как рисовая каша. Рисовая каша с имбирем и митболами. И в Таиланде есть прям джоковые, в которые ты можешь приехать. Они еще часто работают круглосуточно. Ты хочешь чего-то легкого, простого, или ты желудком слаб. Приехал, съел эту кашу, и ты очень счастливый. И вот я был очень счастливым, ел его и считал, что это успех. И таких моментов очень много. И люди начали по-другому относиться к этому бизнесу. И у нас постоянно все забито. Вот вы оба выглядите на расслабленном. Я хочу спросить. У вас несколько проектов. Тут фэшн, тут ресторан, там еще какие-то песни и так далее. Что у вас со стрессом и с грустью, печалью? Это, условно говоря, фронт, и у вас внутри так горит все, там пандемия, не пандемия, там месяц отпуск, там еще что-то. Или у вас внутренне там бывает, что вы там, не знаю, не спите, переживаете. Никакого стресса. Мы просыпаемся каждое утро в 6.30, спимем птиц. Затем медитируем. Спимем тайских птиц. Медитируем, да, на протяжении полутора часов. Затем завтракаем. Наш завтрак полон клетчатки и органических продуктов, а также дикой рыбы. Да нет, конечно. Конечно, все не так. Да, у Даши, у нас есть дома термин, он Сатурн. Сатурн? Сатурн, да, когда я захожу в комнату и вижу, что Даша, она... Чтобы не говорить слово депрессия, потому что она уже в целом вводит чуть-чуть в негативное такое, знаешь, русло. Миша придумал слово Сатурн. Да, Даша, я определяю, если Даша в душе сидит, это Сатурн. Если лежит калачиком, это Сатурн. Я сразу... А, Сатурн. Сатурн прилетел. Сатурн, это значит, да, ты полное затмение всего, и надо на некоторое время выключать человечка. Стресса дофига. Когда стрессовый запуск новых проектов, особенно последние годы для нашей отрасли, их нельзя называть слишком радужными, они были реально эмоционально сложными. Мы в них входили прямо на веселе и с ощущением того, что... Пандемия? Да, что класс, да, что это интересное испытание, которое нам откроет много чего. Ну, по сути, так и получилось, но, знаешь, через год, когда тебя в очередной раз закрывает и твой бизнес пристает тебе приносить деньги, в нашем случае хорошо, что он не приносит нам убытков, поэтому мы находим себя успешными проектами, которые все равно так или иначе зарабатывают что-то даже во время локдауна. Но в целом это как бы, естественно, не то, на что ты рассчитываешь. В какой-то момент немного руки опускают. Человек, у которого на ключ были закрыты 5000 метров коворкингов, я понимаю, о чем вы говорите. Странное ощущение. Доставка коворкинга на дом это такое. Как и доставка еды в концептах, в которых важную роль играет концепт, потому что ты можешь положить, знаешь, в китайском привете простую, понятную китайскую еду в коробку и привезти ее за 10 долларов, а положить вентилятор General Electric начала 20 века я в коробку не могу. Поэтому это особенность, например, более демократичных проектов с простым продуктом и более замороченных, которые приходят как раз получить больше, чем только еду. Потому что я со своими тоже коллегами-рестораторами общался, и вот все те, у кого концепты были схожи с нашими, у них доставка, вот например, в тайском доставка работала плохо, в китайском очень хорошо. И хотя разница как бы и там, и там азиатская еда, и там, и там, и тайская, и китайская, казалось бы, подходит для доставки, но здесь она более замороченная, там менее летит, более ползет. Тебе сейчас сколько лет? 32. 32. Вот мне кажется, что вот эти 10 лет, мне 42, да? Вот это как раз следующее поколение. И вот я смотрю на то, что вы делаете, что, не знаю, как Вася ведет дела, с которыми мы партнерствуем в кооперативе, да, и так далее. Я вижу, что вот поколение другое. Ты эту разницу как бы описал? В чем особенность 30-летних сейчас от условно, не знаю, 40-50-летних? Разница существенная просто во взгляде на мир и на преодоление препятствий. От моих старших товарищей, предпринимателей, меня определенно отличает какая-то степень безумия. То есть, они более рациональны. Давай так. Пример с тайским приветом, например, и с бюджетом даже далеко не нужно ходить. У меня, когда я посчитал смету китайского, ой, тайского привета, у меня получилось там 400 тысяч долларов или 420. Я знаю, что как бы я здорово смету не составил, вероятнее всего... Это факт или план? Это план. Вероятнее всего я процентов на 30, а то и на 50 вылезу, потому что будут какие-то непредвиденные истории. Я это знаю. 420 тысяч долларов у меня не было. У меня своих было 100+. Я понимал, что еще за это время заработаю 1100 или 150. То есть, я понимал, что он мне в итоге обойдется в 600+. И я понятия не имел, где эти деньги буду брать. Мы с инвесторами не работаем. Точнее, не работали сейчас. Уже по новому проекту работаем. И я все равно... Вот помню конкретно этот момент. Я вижу эту цифру, понимаю, что я не знаю, где я буду брать эти деньги. Но я так хочу сделать этот проект, что я как будто начинаю выдавать желаемое за действительное. Просто да я... Я помню свои мысли в тот момент в голове, что да блин, да я сделаю дешевле, я еще и сэкономлю. Я не за 400 сделаю, а за 380. Какие хуйни я собирался выделать за 380. Я уже сделал много, 650. И это конкретно... То есть, про меня, про поколение, наверное, я на этот вопрос не смогу ответить. У меня нет какого-то... То есть безуминка? Безуминка. Назовем это безуминкой. Потому что я вижу, ну вот как минимум, если я беру там сумму своих знакомых, которым там, условно говоря, 40-50 и сумму знакомых, которым, не знаю, 25-35, то намного меньше разделение работа-жизнь, да, то есть, скажем так, что... Может, это тоже связано с тем, с кем я общаюсь, да, то есть, скажем... Раньше вот все, тут я отработал, тут точка, тут у меня офис-офис, а вот тут, фух, я вот тут живу, да, то есть, скажем так, у вас... Это то, что раньше называлось lifestyle investment, когда, ну вот это, там вот жизнь, вот она идет, и, ну, еще и деньги какие-то приносит, и еще вот такие... Это выглядит как хобби, хотя является бизнесом. Все начинается в нашем случае с хобби, определенно, хотя мы считаем... Я не думала, кстати, в эту сторону. Звучит, да? Звучит классно. У нас так было. Вспомни, у нас так было, когда мы с тобой работали без выходных, мы работали по вечерам, мы работали всегда, и нам это безумно нравилось, но, конечно, в какой-то момент это нас истощало, и потом мы как раз придумали для себя разделение. Мы сделали себе рабочие дни, мы сделали себе выходные дни, мы сделали время, в которое мы не работаем, то есть, мы в конкретное время заканчиваем, мы заканчиваем работу 7 часов. Мы запрещаем друг другу разговаривать о работе, потому что логично, что, ну да, мы приходим домой, и у нас как бы просто в какой-то момент мы поняли, что мы 24 на 7, мы говорим о приветах, и уже ты в какой-то момент чуть-чуть сходишь с ума, и мы, да, сейчас прямо запрещаем в воскресенье, нельзя говорить о работе. И кто-то все равно начинает, особенно, знаешь, стратегически, есть ли вопрос, который вдохновляет, такие, а, вот тут мы откроем, так, да, и понеслось, понеслось, и мы уже ловим все на мысли, что мы кого-то увольняем, берем на работу, а тут хантим повара, и мы такие, так, стоп, подожди, это, конечно, классно все, но опять, ну, типа, прям стопаем даже какие-то мотивирующие штуки, чтобы не загоняться. А можете сделать вот блиц, как вы докатились до такой жизни? Часто я во влоге говорю про create whatever, создавай что угодно, и получается, ты поешь, снимаешь клипы, формально можно тебя сейчас называть кинематографистом, документалистом, давай, давай, с этим самым, то есть тут рестораны, рестораторы, да, то есть тут фэшн, как вы до этого дошли? Разные виды деятельности, я очень любознательный персонаж. Ты сам откуда? Из Бердянской, из Бердянской, это Украина, я поступил учиться в институт, в экономический, я практически никогда не работал, я проработал после института два месяца в журнале топ-10, и после этого начал заниматься массовыми мероприятиями, и как и со всеми моими бизнесами, мне просто некуда было ходить, мне было скучно, и мне хотелось как-то развлекаться, обстоятельства. Те мероприятия, которые Киев предлагал, они мне не нравились, там было неинтересно, мне не нравилась музыка, и мне казалось, что там скучно. Я начал делать массовые ивенты. В Зеленом театре? Это еще до Зеленого театра, это как раз было преддверие Зеленого театра, я снял кусок мастерского арсенала, была выставка работ Питера Линка, каких-то безумно дорогих, ее делал Екатерина Ющенко, я установил туда огромный член с тробоскопом в головке, и сделал там веселую дискотеку, она называлась Хуй с вами. Среди этих работ? Да, то есть мы работами оградили периметры, когда люди слэмились, было довольно страшно, потому что работы могли пострадать, и пострадать так же мог и я. Так я начал делать ивенты, и достаточно быстро, через полгода, сделал свой первый клуб, он назывался Зеленый театр, я арендовал локацию на парковой дороге, и на протяжении 5 лет я там делал массовые мероприятия. Ты полностью забрал все помещение? Да, сначала на один день, потом заработал денег на неделю, потом на месяц, и так далее, и так далее. Потом я разошелся со своим одним партнером, пригласил другого, и, собственно, с ним мы сделали Зеленый театр, а потом Атлас, то есть у меня было несколько ночных клубов. Какой из этих ивентов запомнил больше всего? Зеленый театр, когда мы открыли, мне было, наверное, 21. И в тот момент мне казалось, что это весело. Я приглашал к себе, когда я выходил на сцену, передо мной выходил карлик и в трубу так делал, чтобы потом выходил я и начинал разговаривать. Я устанавливал на сцене катапульты, которые бросались в людей разными предметами. В общем, я просто развлекал. Это вопрос возраста? Это вопрос возраста. Сейчас, конечно, я уже немножко развлекаюсь по-другому, хотя вот эта безуминка, о которой мы сейчас говорим, или она у нас, в принципе, лейтмотивом проходит через все проекты, которые мы делаем. Скажи мне, ты чувствуешь вот эту вот дефляцию вот этого безумства с возрастом, с детьми? Да, что ты меня знаешь уже очень давно. Есть дефляция? Мне кажется, я еще, да? Ты так чуть-чуть повлияла. Повлияла. Ты мне чуть-чуть повлиялась. Но вообще нет. Все равно Миша наваливает все время. У нас даже, ну, есть, как креативная пара. Да. У Миши очень много идей, он всегда наваливает. Кучу, 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 кучу. А я как раз отметатель вот этих всех, но, короче, без Миши бы не получалось этих всех гениальных идей. У нас придумываю концепции, Даша делает их красивыми. Вот, да, мы такая типичная креативная пара. Как в агентстве. Скажи мне, вот если продолжить, вот зеленый театр. Как этап. Дальше что было? Дальше был клуб «Юность» в помещении ночного клуба «Красная шапочка». Красная шапочка. Был ночной клуб для женщин. «Красная шапочка». Где он находился? Там же, где сейчас находится «Атлас». Туда вход был только для женщин. Там был стриптиз и разные похабные коктейли. Там был один коктейль, который стоил дорого. Он стоил порядка тысячи долларов. И его лично тебе готовил владелец этого клуба «Красная шапочка». Очень стремный рыжий кудрявый мужик. То есть, на мой взгляд, любая женщина должна была бы доплачивать очень крупную сумму, чтобы он в зале даже не появлялся. Но он, тем не менее, установил это правило. Я не знаю, насколько его продавали. И однажды мы проезжали и увидели, что нет вывески «Красная шапочка». И зашли. Там были комнаты для привата, диваны в сперме и доспехи пластмассовые. Мы спросили, почему вывески не? Это оказалось, что руководители этого злачного места не платили аренду. И, собственно, мы взяли в аренду помещение на Артем. Мы там сделали клуб «Юность». Да, с Димой Сидоренко. Мы сделали там клуб «Юность». Началась революция. И для клубного бизнеса развлекательного это было не лучшее время. Поэтому мы его переделали, сделали ребрендинг, назвали его «Атласом», сделали там ремонт и, собственно, он стал тем «Атласом», который есть. «Атлас» — это бывшая юность. «Атлас» — это бывшая юность. А «Атлас Викенд»? «Атлас Викенд» — это уже продолжение «Атласа». Это тоже вы делали? Я к «Атлас Викенду» отношения не имел. Мы с Димой разошлись как раз, когда он работал над «Атлас Викендом». То есть там от «Атласа» название. А ты решил делать ресторан? Да. У нас было там пространство такое в «Атласе». Мы не знали, что там сделать и решили там сделать бар. Мы не знали, как делать бар, но мы его сделали. И вот на этом моменте мы начали отношения с Дашей. Даша мне помогала. Мы сделали бар-бар-бар. Это был классный опыт, но плохой проект. Мы не знали вообще ничего. Мы на работу вместо шеф-повара взяли фотографа, который фотографировал книгу. Пригласили, вернее, Сави Липкину. Еще что самый близкий человек к еде из наших знакомых это Оля, которая фотографировала ему книгу. Дома вкусно же готовила? Она вкусно. Картошечку мне приготовила один раз и решила, бля, ну ты прирожденный шеф-повар, ты знаешь об этом больше, чем мы все. Там было невкусно. Там было... Нет, иногда было вкусно, а иногда очень невкусно. Да, потому что мы не знали о том, что такое технологические карты. То есть у нас технологические карты были такие. Долька апельсина. Какого размера апельсин? Какого сорта апельсин? Щепотка соли. Какая щепотка соли? Какой размер руки и пальцев человека, который эту щепотку помещает в блюдо? Там было не очень хорошо, но мы разобрались. То есть на собственных ошибках, как устроен этот бизнес. И когда мы разошлись с Димой, Даша сели и обсудили, что мы хотим делать. А ты в тот момент чем занималась? Слушай, я в тот момент работала в The Burger. До этого я работала у Леры Бородиной. Я думаю, откуда такое знакомое? Все классные девчонки этого города работали у Леры Бородиной. Да. Я работала ассистентом в маркетинг-отделе. Ты был 18 лет? 18 лет, да. Ну и мы тут знакомимся с Мишей и что-то начинаем отношения. Я ему начинаю... А этому инстаграму, знаешь, классно фоткала. Ну мне это казалось. И я говорю, давай я все сфотографирую для Барбара-Бар. Ну плюс мне очень Миша, конечно же, хотелось помогать, больше с ним времени проводить. И я начинаю, ну, что-то наваливать. Мы вместе начинаем придумывать. Его руки фотографируем с бургером в Барбара-Баре. Потом, короче, мы проводим время вместе. Но и начинаем наваливать разные концепции. И потом мы сделали китайский привет. Я жил в китайском общежитии долгое время. Просто любил китайскую еду. В китайском общежитии, когда учился на экономиста? Я учился на экономиста, меня выгнали из общежития к НИО. И я за взятку поселился в общежитии к НТД. В иностранное общежитие. И там я, собственно, жил. На протяжении года там была китайская столовка. Я там ел. Оказывалось, что китайская еда это безумие. Это что-то другое, что-то новое. То, чего я никогда вообще себе даже представить не мог. Я влюбился. Мы когда были в Китае, и как раз говорят, что китайцы не любят другую кухню. То есть они говорят, что поскольку они взрослые на китайской кухне, итальянская, испанская, слабый вкус. Да, пресная, пресная. А мы, слушай, нам было очень тяжело. Мы когда... Три года, да, когда ты строишь китайский, потом ты ешь, ешь. Тебе потом в обычном ресторане или дома, тебе очень пресно, очень слабый вкус. Тебе недостаточно мощности. Нет взрыва этого безумия с твоими рецепторами не происходит. Ты не понимаешь, а что ты вообще ешь. Ты ешь бумагу сейчас или хлеб. Потом мы открыли китайский привет, потому что мы видели, что в городе есть много маленьких забегалов китайских, которые китайцы или китайцев открывают, и каких-то лакшери ресторанов. А посередине ничего нет. Плюс Миша же расходился со своим партнером как раз, и мы вот, да, сидели на семейном совете, решали, что мы будем делать, что мы любим больше всего. Мы такие, есть. А что есть? А на тот момент Миша меня все время вводил на свидания в китайские всякие забегаловки, и мы прям дико перлись от каких-то дыр. Я люблю трэшевые места, их много, их порядка 10, я штук 10 знаю. У нас были воскресные чревоугодия, и мы прям выезжали и объедались просто мрачной китайщиной, и поэтому мы решили, что, слушай, ну что делать? Давай китайский кабак, че? Почему не ивенты? Почему не клуб? У меня было вариантов, от ивентов я очень сильно утомился. На протяжении 5 лет ивентов, у меня были месяцы, в которых у меня ивентов было больше, чем дней в месяц. Например, у тебя 30, а ивентов 45. Если мне вначале, как я тебе сказал, мне просто хотелось веселиться, когда это стало моей рутиной, это уже перестало быть чем-то веселым. Плюс очень-очень нестабильный бизнес. Считается, что рестораны нестабильны, но после ивентов я как в теплую ванну лег просто. Все прогнозируемо, все можно спланировать, просто шикарно. То есть мне он показался очень понятным и простым. Собственно, поэтому не было других вариантов. Мы любили китайскую еду, мы решили, что мы будем заниматься едой, и мы сделали китайский привет. Мы в путешествиях всегда ели, в Италию приезжали, все равно ели в китайских кабаках. То есть у нас вообще не было варианта, что мы сделаем что-то другое. Шли в Италию в Риме в китайский кабак и заказывали черепаху. Мы пытались во всяком случае. И меня еще поражало, что в китайских гэндалях этих маленьких очереди... В Киеве? В Киеве вот эти маленькие полуподвалы, о которых никто не знает. Мы как-то с Дашей повели родителей, и очередь стояла. То есть ты не стоишь в очереди в большинство успешных мест. В каком-то гараже. Ну, то есть шанс, что там вообще будет хоть один человек, нет его. А там очередь. Ну, как в Лондоне, в Сохо. Там же тоже эти все штуки. И все, кстати, еще в отличие от популярных киевских мест, в которые уже сегодня стоит очередь, там в очереди никто не выебывается. Там просто стоят. Знаешь, то есть в Лондоне тоже ведут себя... Очередь, это наоборот показатель того, что заведение классное. У нас работает по-другому. У нас люди сетуют на очередь. Вот. А там, то есть очередь. Все ее благоразумно ждут, потому что знают, что сейчас будет вкусно. Была гипотеза, что если мы откроем, возьмем ту же самую честную еду, просто не меняя, и впишем это в актуальный, эстетичный, интересный, на наш взгляд, интерьер, добавим туда нашу безуминку в виде этих личинок, в виде трехметрового кота, в виде пианиста, который играет в животе у кота и прочих, там целый ряд подобных развлечений, то будет классно. И стало классно. То есть мы сделали китайский привет, он получился достаточно успешным. Мы его окупили меньше, чем за год. Меньше, чем за год. А сколько бюджет был стартовый? 200 тысяч. 200 тысяч. Это были твои деньги, которые у тебя остались? Нет. У нас из Атласа я вышел с капиталом в размере 7 тысяч долларов. Немало. А я как раз была беременна. Наташа была беременна как раз. А, 9 тысяч. И народу ушло 10. У нас есть партнер, мы с ним вложились пополам в эту историю. Я продал дом в Бердянске, Даша квартиру в Харькове. То есть такая классическая история. И часть мы заняли. Точнее взяли в кредит. Под процент. Под залог всего, что было. А ты еще в конце продавал свою машину за 2 тысячи долларов? Мне надо было срочно. Мне надо было срочно. Ну, какую-то закраску заплатить не хватало. Я продал машину. Просто позвонил друзей, говорю, кому надо дешево. У меня была машина с открывающимися парами старых. Да, ну, было ровно 2 тысячи долларов. Миша уже в конце. А у нас вообще ничего не было. И мы такие, ну... А вот скажи мне, ты как жена декабриста. Уже ребенок родился, да, в тот момент? Почти китайский привет? Да, да. Ну, она вместе с нами 6 месяцев. Ну, то есть... Она настройщик. Она родилась. И вместе с ней рождался, короче, китайский привет. Ну, то есть 6 месяцев. Я в налоговую с нее на стройке с ней. У нас не было няни. По финансовым причинам. Да и вообще мы, короче, все вместе делали. Да, на месте везде с Мишей ездил. Или со мной. У меня слинг был. Он тут валит. Но зато Мишу везде пропускали без очереди. Да. Потому что тетушки там, о, боже мой, он уже с крыльным ребенком. Ну, да, это очень удобно. И смешно, да, сейчас, что мы тоже запускаем сейчас наш третий проект. И я тоже беременна. Четвертый. Боже. Четвертый? А, боже, да. Четвертый. Еще и Кацуриной. Ну, в общем. Нет, с Кацуриной пятый, да. Короче, старт проекта прям совпадает с датой моих родов практически. Открытие. Да, открытие. В каком-то круглом здании. В каком-то круглом здании. Скажи мне, вот ты замужем за термоядерным вулканом. Мы с Мишей не очень близко знакомы, да? Но вот то, что я слышал и видел, да? Какой твой совет девушкам, которые сами по себе что-то из себя представляют, тоже хотят что-то делать, а при этом у них такой яркий муж? Как сделать такого мужа? Чтобы он не затмил? Сделать так, чтобы он не затмил. И как, чтобы вообще в семье и бизнесе был work-life balance, гармония и все дела. Развиваться, мне кажется, и на себя акцент. У меня была такая история, и я с ней прорабатывала, мне кажется, весь прошлый год. Потому что я сильно в Миши растворилась. У меня он, да, такой альфа. И я с ним за его спиной, но растворилась в нем. И когда я это осознала, я поняла, что нужно много акцент в себя. И в себя ты вкладываешь, сама, чтобы тебе классно было, сама развиваешься. И тогда и мужчине твое классно с тобой. И ты его и вдохновляешь таким образом. Давайте вернемся к привету и к жене декабриста. Вот скажи мне, родители, например, они как относились, что ты продаешь квартиру? У меня такая история. Я бросила университет, у меня родители физики, математики очень такие. Папа ученый, мама преподаватель физики. Я приехала, конечно же, на Мехмат, в университет Шевченко. И после первого курса бросила. И пошла работать в Клере. А, собственно, потому что... Ты ее обманула, не забудь об этом рассказать. Ну да. С возрастом прибрала, они брали таких мелких. Я была 16,5, я говорю, Лер, ну, мы было 18, потому что они не брали. 16,5? Это моя дочка старшая сейчас. Вот, я сказала, что мне 18, потому что они не брали, ну, то есть там 18+. Она пока подрабатывает, не работает, подрабатывает. Ну, вот, да. Я вначале тоже как бы подрабатывала, потому что университет... Ходит в китайский привет друзьям. Пас. И что родители сказали? Да, и папа был, конечно же, в дичайшем шоке вообще во всем. Но они как-то это все приняли. У тебя есть сестры-братья? Нет. То есть ты единственный ребенок? Да, да. Надежда в науке всех обманула и... И ушла просто непонятно куда, а потом... Непонятно куда. А какая была твоя, в общем, мотивация? Я помню, что я хотела какое-то... что-то классное делать. А в университете скучно. И плюс это логично, что это вообще не моя история, направление, в смысле. Мехмат на мне неплохо там в школе, возможно, с математикой было. Но это не то, что и с чем бы я связывала жизнь. Мне очень нравился Лер, проект. И я понимала, что я хочу быть к чему-то классному причастна. Потом я познакомилась с Алиной Косичкиной и с Димой, и перешла в The Burger. Потому что тоже классный проект, но уже типа круче у меня там должность была. Там ты кем была? Ассистентом маркетинга отделя. Но это не важно. Но это должность, конечно. Да, но это как бы ближе к тому же, с чем я хотела бы связать жизнь. Наверное, я тогда это не осознавала. Мне просто классный движ и классный движ. Вот. Поэтому родители уже были научены. Они очень полюбили Мишу. И у нас как бы отношения. Уже ребенок. Ну, то есть они просто смирились и понимают, что шансов нет. Но сейчас они очень гордятся. И говорят, что... И папа очень много раз просил прощения, что тогда меня колбасил и был против. И сейчас всем наоборот с гордостью рассказывают, что у меня у дочки нет высшего образования. Хотя, знаешь, в этих всех кругах ученых они логичны, что... Я представляю, да, да, ну это да. И они там все 60+. И логично, что, а что ваша дочка заканчивала? Говорит, у нее нет высшего образования. Я вот, кстати, ты сейчас говоришь, я пытаюсь вспомнить про сомнения. Они наверняка были, я их не помню. Ну, как, собственно, обычно мы вообще... А мы нас все на кон поставили. Знаешь, мы такие... Я не помню вообще сомнений по поводу того, что что-то не получится. Хотя... А у нас не было вариантов. Слушай, у нас не было денег, ничего. Должно было, должно было получиться. Ребенок. Это единственный наш пэшн такой. И мы все, все погнали. Я вообще могу сказать, что когда особо нечего терять, кайфовое состояние. Да, да. Потому что я когда открывал Fedorif, у меня было 620 тысяч долга и 20 тысяч кэша в кармане. Ну, опять-таки, тут с одной стороны банк, тут с другой стороны партнер, с которым у меня тоже подписана бумажка про то, что отдавать вот так, вот так. И квартира в кредит, и ребенок, которому 6 лет. У меня вообще не было другого варианта. Я говорю, ну, как, ну, а что, ну, что не делать? У чувака, который этот чай делает, у него было несколько тысяч чайных магазинов по всей Европе. Он их продал, решил, что он будет теперь поборником экологичности. Необычайно. И уехал в Таиланд. И просто там живет в джунглях? Он живет, ну, он не живет в джунглях, он живет в Чингмайе. И продает вот такой чай. Его подают прямо во всяких блатных-блатных. А где ты с ним познакомился? В Чингмайе. Прямо там? Да, ну, я вообще сначала, я просто попал в его чай, но я уже знал про дикий чай, я поклонниками являюсь. Я привез кучу пробников, думаю, надо с ним. Да, и я решил, что надо в контексте тайского найти их там какого-то сейлз-менеджера и продавать его. А потом мы стажировались в Таиланде, у тетушки одной еду готовились вместе с нашим шефом. А она супруга тайского посла где-то в Скиндинавии. Она говорит, поехали к моему другу, я с ним познакомился, он где-то в Уганде, в посольстве. Поехали, чай попьем. Приехали, это владелец этой компании, которую я... Которую вы искали, да? Я искал, да, представляешь? А не какой-то ассоциальный сейлз-менеджер. И вот я теперь импортирую его чай. Круто. И у нас важный момент. У нас во всех наших ресторанах работают носители культуры. То есть для нас важнейшим параметром было не просто начать готовить китайскую еду, чтобы китайцы готовили. Потому что нашим убеждением было и до сих пор на самом деле остается, что классно готовить китайскую еду могут китайцы. Она, во-первых, очень сложная, она очень разнообразная, она другая. У нас совершенно другой кулинарный бэкграунд. То, как мы готовим еду, то, как они ее готовят, то, как они ее видят. Это две разные планеты. Знаешь, для нас десерты – это что-то сладкий торт, а для них это ферментированные бобы в рисовой бумаге. И от которых ты плеваться будешь. Потому что это… Ну да, и у них среднее время термообработки овощей или мяса, оно до минуты. А у нас там варится… Ну это же воки. Да, все очень быстро, высокие температуры. А у нас что? Все томится, варится, жарится, очень долго термообрабатывается. Все-таки думали как-то больше контролировать кухню и думали наших ребят нанимать боваров. Это дешевле было просто. Да, это дешевле, плюс это больше контролируемая история. Но у них они том-ям превращали в борщ сразу. Ну то есть они просто… Том-борщ. Да, том-борщ. Скажите мне, а где вы их нашли? Хантили. Хантили. А через… ну где вы… Хантили сначала, китайцев хантили вот в этих же самых забегаловках. То есть ты приходил в забегаловку? Приходил в забегаловку, знакомился с официантами, как-то попадал на кухню. Ездили на какую-то китайскую выставку, там познакомились с переводчиком. Переводчик у нас в Киеве была выставка китайского народного хозяйства. И там была точка с едой, там работали какие-то китайцы. Мы познакомились с Асей, переводчиком. Она нас познакомила с китайским комьюнитием. И мы начали всем предлагать деньги, как-то знакомиться. Объявления какие-то вешали мы в общежитие. Помнишь? Да, да. То есть ты просто нырнул в китайцев? Стучался просто во все двери, в которые можно… Я и сейчас так делаю. Сейчас просто мы уже привозим поваров. Сейчас мы уже летаем, путешествуем по стране, проводим кучу собеседований. Но я точно так же. Я нахожу там телеграм-группы, начинаю в них писать, что «Привет, я такой-то, открываю такое-то место за голову человека, которого я возьму на работу, я плачу, например, сумму X какую-то». Какую? Тысячу долларов. Тысячу долларов за повара? Если ты мне поможешь просто, например, ты какой-то чувак в Таиланде, который у него есть знакомый повар. Ну, так у нас и было вот сейчас, да, в Таиске. Я в Таиске, я лечу в Таиланде, у меня там 10 собеседований. Я по пути еще там штук 10 себе найду, потому что я везде за… Я на Airbnb снимаю жилье, я пишу, что «Привет, я открываю тайский ресторан в Украине, и я ищу шефа. Если вы кого-нибудь знаете, я вам денег заплачу за это или просто помогите». И вот так везде я пришел в ресторан, я со всеми познакомился и сказал, что мне нужны повара. И вот как бы я стучусь везде-везде-везде, и где-то мне открывается. То есть такая радикальная открытость работает? Какая вообще сменяемость, текучка с этих позиций? С шефов, конкретно с шефов азиатских текучки у нас нет. То есть наш шеф китайского привета, у нас 4 китайца работают на кухне. Шеф китайского привета Сян, он шеф с открытия. Шеф тайского привета Ча, он шеф с открытия. Во вьетнамском там вот сложный человечек нам попался, мы его уволили, хотя нам было как бы непросто это решение далось. Но мы справились и нашли замену. Расскажи мне, как вот эти культурные, условные барьеры преодолевать? Те, кто работал с китайцами, рассказывали, что китайцы другие. Давали мне какие-то рекомендации, я их не слушал. И с первым шефом, например, мы провели, наверное, 3-4 месяца дегустации, было супер вкусно. Его звали Ли, естественно, его звали Ли. Неожиданно. И я строил ему какие-то воздушные замки из мотивации, из процентов, из того, что он станет публичным, из-за того, что он станет публичным, и станет кучи всего. Он кивал. А потом в какой-то момент сказал, слушай, а мне вообще, я не хочу у вас работать, спустя месяца проработок и диалогов, я хочу просто готовить дома соусы, присылать вам соусы на такси, а ваши повара будут их смешивать с мясом, готовить в воке, и вы будете подавать, вкус будет реально тот же. Говорит, ты ебанулся. Ты не мог мне раньше это сказать? Я не хочу, но мне надо стоять, готовить целый день на ногах. После этого я понял, что все-таки вот эти как раз истории про мотивацию, там все очень конкретно, вопрос четко финансовый, ты должен платить хорошую цифру, все. Какой новый будет ресторан? Про что? Это тоже будет Азия, а про что не расскажу. Он круглый, это все, что я могу сказать. Ну, полукруглый. Ну, хорошо. Полностью круглый. Какая из Азии? Хороший вопрос. Об этом все смогут узнать в июле. Ну, возможно, это, может быть, это Узбекистан или Казахстан. Мы не афишируем, не анонсируем проекты до их запуска. А почему? Это суеверие или? Абсолютно не суеверие, а лава эффект. Есть проблема. Я сейчас упаду от голода. Давай закажем сперму. Давайте закажем сперму. Давайте закажем сперму. Вот это поворот. Скажи мне, вот после всей вот этой вот пандемической трясучки, какое будущее ресторанного бизнеса? Андрей, я не знаю будущего. Ну, ты же предчувствуешь. Я понятия не имею. Ты же покупал тигра, ты должен знать. Я понятия покупал тигра, я понятия не имею, что будет в будущем. То, что я успел пронаблюдать за время пандемии, что людям очень нужны другие люди. У нас было два варианта, что после локдаунов у людей будет очень мало денег, они перестанут ходить в рестораны. Или им будет насрать на то, сколько у них денег. Они будут ходить в рестораны для того, чтобы общаться, для того, чтобы классно проводить время. И они будут это делать еще интенсивнее, чем раньше. И покупать одежду, ну, в случае коцентра. Да, и вариант номер два. У нас таких объемов, как после первого локдауна, как сейчас не было, они бьют все рекорды. Соответственно, этот бизнес будет жить. То, что его годовая рентабельность стала меньше, и то, что мы сейчас закладываем локдаун в годовой финансовый план. Закладываем несколько, мы закладываем 4. Нет, мы закладываем несколько, не помню, сколько у меня, несколько месяцев локдаун. То есть у вас 4 пессимистичных, ну, какое-то количество. Да, да, да. То есть будет, не будет супер, но, тем не менее, это... Плюс сразу нужно продумывать доставку и вообще возможность доставки, и насколько тот продукт, который ты делаешь, классно будет работать в доставке. Насколько он имеет потенциал для доставки, насколько он имеет сетевой потенциал. А мы сейчас немножко начали смещать фокус в сторону проектов с сетевым потенциалом. Потому что, учитывая то, что рентабельность уменьшается, для того, чтобы на нем, мало того, что продолжать хорошо зарабатывать, а еще и иметь возможность зарабатывать больше, их придется мультиплицировать, вероятно. Вот такая история. Прикольно. Вот скажи, ты упоминал Конституцию. Да. Вы свой ДНК, который вот этот вот, не знаю, с легким элементом ивента и хулиганства, да? Вы его раскладываете на пункты? Вот у вас есть там пять главных принципов, секреты вашего успеха. Смотри, у нас в Конституции, в принципе, первый пункт – это творчески, не шаблонно мыслить. Творчески и не шаблонно мыслить. Это касается вообще подхода в целом. И к созданию каких-то активностей, к созданию ресторанов, и к созданию сервиса, к созданию всего. Можешь примеры привести, истории, когда вот ты считаешь, что это классный пример нешаблонного мышления в сервисе? Вообще решение сложных задач в сервисе, оно построено на нешаблонности. Когда у тебя происходит какая-либо экстраординарная ситуация, для того, чтобы ее решить, поскольку гость, вероятнее всего, ему хреново в данный момент, ты должен выйти за рамки любых стандартов. Потому что для того, чтобы произвести впечатление, в рамках стандартов как бы находиться нельзя. В первую очередь, конечно, это касается нашего маркетинга. И здесь примеров я тебе могу привести масса. Вот там последний громкий. На Хэллоуин мы решили украсить фасад китайского привета мусором. Идея заключалась в том, в чем? Что все на Хэллоуин украшают скелетами, какими-то привидениями и прочими не очень страшными вещами. А то, что по-настоящему страшно, это домашнее насилие, мусор в океане и так далее, и так далее. Все какие-то социальные штуки. Поэтому мы забрали с переработки просто там несколько тонн мусора. И весь фасад ресторана зафигачили пластиковыми пакетами. В детских игрушках. И это была отсылка к домашнему насилию, к детям. Ну, то есть, короче, везде были отсылки к тому, что по-настоящему страшно. Да, мы написали, что привидения, у нас все была коммуникация в том, что привидения – это не страшно, а пластиковые океане – это страшно. Никто не украшает мусором фасады своих ресторанов. А это разорвало, нас опубликовало огромное количество СМИ. В ночь или оказалось, что все, нас все уничтожат, мы украсили мусором. Это вообще никто не знает. Ну, это крутой кейс. Да, у нас там было 10 тысяч репостов у меня. В общем, то есть, это прям разорвало. Мы позволяем себе подобный панк-рок в нашей коммуникации регулярно. И он не просто панк-рок ради панк-рока, чтобы просто какую-то хуйню сделать. И в этом как раз отличие, наверное, между двухметровым членом и между тем, как мы это имплементируем сегодня. Вот как такому креативу можно научить людей, компании, у которых этого нет в ДНК? То есть, ты такой. Ты снимаешь песню про бюджетный курорт. Я увезу тебя на бюджетный курорт Общественный транспорт, аэропорт Я не знаю, на кого останется кот Ну и хуй с ним Это был просто фан? Или это маркетинг? Или это начало карьер в Веркришне, девочки? Это то, что ты сейчас назвал творчеством. Я люблю музыку. Это мое хобби. Я этим занимаюсь всю жизнь. У меня дома есть вот такая гора аппаратуры. Я по ночам, когда девчонки засыпают, я иду и играю. Смотрю курсы музыкальные. Я понял. То есть, это твой личный пэшн? Это мой личный пэшн. Это мой домашний психолог. Когда мне грустно, я пойду и сижу, играю на пианино. То есть, это просто моя любовь. И мое хобби. А это как-то с Бердянском связана эта песня? Да, там есть отель Sun Resort. Да, конечно, связан. Я очень люблю Бердянск. Я туда регулярно езжу. Это прям... Я патриот Бердянск. А актеров для клипа где ты искал? Это актеры, актеры. И там есть один из наших поваров, Дзянбин, уволенный. Мы его уволили, потому что он пытался зарубить кухарочку топором. Ну, такой, у китайцев есть такие топорики, которыми они там отбивают огурцы и так далее. Слушай, вокруг вас столько убийств. Поэтому мы попросили... Он ее не зарубил, мы попросили ее... Прямо у вас в ресторане? На кухне. Ну, как-то там она огурец ему не так порезала. И поэтому мы его уволили. Но он просто работал без выходных. Он без выходных работал два года. Он так хотел. То есть мы ему... В какой-то момент что-то пошло не так. Он сказал, меня никто не ждет дома. Он классный, хороший повар. Меня никто не ждет, поэтому я буду работать. То есть людям надо отдыхать. Мысль такая, да. Да. И, ну, тем не менее, он вообще, когда не работает шесть дней в неделю, хороший парень, я его пригласил сняться в клипе. Он очень артистичный. Он там вот под стулом, закопанный в песок находится. Поэтому, да, музыка это просто мое хобби, моя страсть. Сколько это стоило? 20 тысяч долларов, мне кажется. И это просто вот жест? For fun? Или ты хочешь выступать? Тебе на корпоративы приглашаются? Если меня пригласят на корпоративы, да, я не поеду. Я сейчас записал альбом, снял еще новый клип, и я сейчас выпущу. То есть это... А, то есть будет альбом? Ну, это та история, которую я просто в себе не могу держать. Я не могу играть, петь, но при этом без музыки не могу жить. И, знаешь, как говорят, найди дело, которым ты можешь заниматься, и теряешь счет времени. Да. Вот это у Миши так. И у меня вначале такая зависть взяла, потому что у меня такого дела нет. Ну, в смысле, я очень люблю свою работу, у меня есть хобби, все классно, но у меня такого нет, когда он просто улетает куда-то. Ты начал рассказывать про конституцию. Там был первый пункт решать не шаблонно. Что еще? Ты задал вопрос, как это сделать? Ну, не как, конечно. Во-первых, надо набирать правильных людей. То есть у нас очень такая замороченная, многоуровневая система отбора людей в команду. Она состоит из трех этапов. И... Расскажи подробнее. Когда я понял, что у нас не получается создать ту команду, которую мы себе нарисовали, которую мы видим, мы поняли, что причина, во-первых, в том, что мы фокусируемся на гостях, а не на команде. То есть вот этот классический постулат о том, что гость главный. И мы решили, что нет, не гость главный, а наша команда главная. И мы начали делать для них, там, создавать неэффективную фейковую заботу, как у многих. Вот мы заботимся о своей команде. А как? Ну, блядь, зарплату им платим. А у нас есть еще у ребят, походу, они могут ходить бесплатно в спортивные залы заниматься, девчонки делать маникюр, пацаны бороду себе стричат. Ну, и пацаны тоже маникюр делать. Подарки, например, на Новый год. Ну, девчонки бороду тоже могут брить. Тоже могут брить бороду, да, они ровен час вырастет. Это какое, блядь? Мага Секерайс, это десерт такой тайский, очень. Мы начали заботиться о нашей команде. Прямо по-настоящему заботиться. Сделали многое, сделали историю с тем, что ты можешь практически бесплатно учиться, чему хочешь. Хочешь на барабанах, иди играй, иди играй. Мы оплатим большую часть этого просто для того, чтобы ты как-то развивался. Второй пункт, мы убрали всех, кто нам не подходил. Мы написали конституцию, и опираясь на эту конституцию, мы начали набирать людей в свою команду. У нас сначала люди пишут нам такое эссе на тему, что они могут дать привет им, а что привет может дать им. Это такой первичный фильтр, по которому, в принципе, мы понимаем уже, как человек пишет, как он шутки шутит, как там и так далее. На любую позицию, не важно, официант или... Плюс у нас есть анкета с очень дебильными вопросами, в том числе. То есть мне просто интересно посмотреть, как человек, например... Пример дебильного вопроса. Не все то, чем кажется, и не наоборот. Это цитата Конфуция про комментируйте. Я смотрю, как люди комментируют не все то, чем кажется, и наоборот. Кто-то там очень серьезно отвечает на вопрос, а кто-то отшучивается, а кто-то просто не отвечает, потому что у него голова ломается от этого. То есть это первичный фильтр. Потом мы собеседуем... Собеседует HR обычно с кем-то из департаментов, в котором человеку нужно будет работать. Чтобы, например... То есть HR и официант собеседуют официанта. Потому что официанту работают с этим официантом, и он... А, то есть коллега плюс HR. Да. А потом, финально, обязательно собеседую я. Всех? Да. Сколько человек в компании? 200. О! Вот это сперма, да? Да, это сперма. Уважаемые зрители, это вам. Вот это... Ну, мы никогда во влоге не обсуждали историю про сперму, но, в общем-то... У нас сегодня много, да? Спермы, члены, да, и так далее. Все как в жизни. Вполне вкусно. Да? Классно. Я вполне... Какие вопросы задаю я? Например, очень интересуюсь тем, с кем дружат, как принимают гостей, как проводят свое время совместное. Мне интересно, что это за человек, что он читает, какие книжки, какую музыку он слушает, чем он увлекается. И он рассказывает, я дружу с Антоном, ему 25 лет, мы вместе с армией, там вообще фантастика, любим... И, то есть, я уже подвожу к тому, как вообще вы время вместе проводите. И там рассказывают, мы там ходим в страйкбол, любим стрелять в людей, в собак, например. Я понимаю, что, наверное, он мне не подойдет, потому что с человеколюбием это никак не связано. Потому что... А человеколюби один из пунктов? Любовь к людям, да, один из самых важных пунктов. Потому что у меня есть, например, замечательные друзья, я их очень люблю, но они мизантропы, им в сервисе места нет. Мы пытаемся искать людей, которые по дефолту тепло относятся к людям, к другим. Хотя вообще первое, на что я смотрю, это приятный или человек. Приятный или человек? Да, просто при этом приятный или человек. Да, где мы там вычитали в этой книжке, ты мне научил, что хочешь ли ты пойти с этим человеком в бар потом после собеседования. По-моему, это была книжка «Обнимите своих сотрудников». Я это слышал в разных трактовках. Хотите ли вы поехать на яхту, хотите ли вы застрять в аэропорту? Я просто смотрю «Приятный или человек» и все. Какие еще пункты мы упустили с институцией важные? Важный пункт – это не бояться изменений. А, да, это классно. Не бояться изменений, потому что, в принципе, наш бизнес такой динамичный. Мы любим экспериментировать очень сильно. Это касается не только маркетинга и организационной структуры, и вообще всего происходящего вокруг. Классный пример сейчас – история о том, как мы не стали транснациональной корпорацией. Я начитал с умных книг и снял офис 200 квадратных метров. И набрал себе топ-менеджмент дорогой, прям классный, много. У меня директоров в какой-то момент стало человек 12, наверное. У меня три кафе. Да, я понимаю. У всех помощники. В общем, я подумал, что я съем кусок рентабельности такой большой. Мой бизнес не может себе этого позволить. Но для того, чтобы классно развиваться и реализовывать тот план, который мы придумали, сделаем так. Полгода я сам набирал, искал людей. Вместе с HR, например, в маркетинг мы сами с Дашей искали. Я вычитал больше тысячи анкет. Мне ушло несколько месяцев на это. Ого. Я всех уволил. Я решил, что все неправильно. И при том, что год мы не уволили ни одного человека во время локдаунов. То есть, как бы там сложно нам не приходилось, мы прошли через все полной командой. А здесь я пришел и за один день уволил всех, кого я взял за... Красный понедельник, конечно, назвал. Кровавый понедельник, да, я назвал. Ты просто закрыл офис? Я просто... Нет, офис остался. Скажи мне, а как ты это объявлял людям? Объявлял, что стратегия изменилась. То есть ты их собрал? Нет, я по отдельности с каждым встретился. У меня было очень много встреч в этот день. То есть ты вызывал, говорит? Ну, не прям так, конечно. Как бы ты это жестами показал? Ну, чуть-чуть. Да, все правильно. Но потом еще... Мы же к легким поглаживаниям. Еще деньги, еще там можно доработать, да и так далее. Но у нас была одна стратегия, она была очень оптимистичная. Она была как бы на сопережение. Я понял, что сегодня во всю эту локдауновскую историю и вообще для нашего бизнеса больше подходит стратегия с отставанием. Но когда ты уже вот не можешь, ты себе вот без офиса 200 квадратов, вот, блядь, никак, тогда снимаешь. И без 50 директоров. Не можешь без 50 директоров, ну вот, никак, тогда уже ладно. Это главный принцип, я, к счастью, его давно усвоил в сервисном бизнесе, а я его оформил так. Доходы должны опережать расходы. Ты сначала выигрываешь клиента, а потом формируешь команду. История про то, что ты соберешься в суперкоманду, они сядут в офисе, и это заметит какой-то клиент. Скажет, о, там сидит без дела классная команда, скорее туда. Так не работает. И я, собственно, с этой командой попрощался. Это один из примеров тех изменений. То есть это разворот просто на 90 градусов. Это достаточно сложно эмоционально и для меня, и для команды. Ты переживал? Я переживал, конечно, я переживал очень сильно. А что ты чувствовал? Психологически сильно расшатал, я чувствовал себя таким голеньким в поле каком-то, в котором дуют ветры из железных гвоздей. Красивая метафора. Мне было просто хреново. Меня прямо уже просто визуально это представляет. И, конечно, скорее всего, это должно было быть плохим решением. Но, когда меня отпустило через месяц, оказалось, я очень порадовался своему решению. Я посмотрел... Но там же был набор решений. Мы не только взяли команду и сняли офис. Мы еще набрали проектов разных. Сняли помещение, решили развивать доставку. Такой прям год у нас классных решений был. И, в общем, мы начали делать большое количество проектов внутри проектов и не рассчитали свои силы. Я думаю, что на самом деле все могло бы быть хорошо с этой историей, но позже. Когда у нас будет не три проекта, а, например, 6-7 и другой объем денег будет. То есть мы, вероятнее всего, придем к этому. Просто я поторопился. Это вопрос финансовый или вопрос менеджмента? Финансовый, потому что у нас не была такая большая подушка для того, чтобы действительно мы все посчитали. И этот прогноз, он был, наверное, для очень оптимистичного сцена. И вот все классно. Смотри, знаешь, что самое обидное? Вот я когда поехал в Гарвард, там был всего неделю. Я хочу на длинный курс поехать, но был пока не... Когда я сидел, я понимал, что те проблемы, которые я считал своими абсолютно уникальными, оказывается, не только они уникальны, они 100 лет назад изучены, разложены по полочкам, и у них есть там 3 причины, 3 решения. Я такой, фак. И у Джима Коллинза есть про это, что проблема молодых успешных предпринимателей, такая цитата, не в том, что они верят в чудо, а в том, что они заносят чудо в бизнес-план. Очень хорошо. Да, это было именно... Это же точная формулировка. Безусловно, максимально. И поэтому история... Это, может, не лучший пример, который иллюстрирует вот эту ценность в Конституции, но, тем не менее, мы действительно много чего меняем. Не так может быть резко, но много экспериментируем внутри компании. И нам важно, чтобы людей это не пугало. Плюс, на мой взгляд, в принципе, сегодня, в 2021 году, надо быть готовым к любым изменениям прямо здесь и сейчас. 100%. У нас сейчас будет запуск проекта некоммерческого нашего. И этот проект придумала наша команда впервые. Что такое некоммерческий проект? У нас была проблема с доставкой, с том, что очень много пластика, а мы переходили на кукурузную какую-то историю, эко, и все. Оно все разливалось. И мы решили, что окей, мы переходим на пластик, чтобы все держалось и было классно. Но если ты переходишь на пластик, соответственно, ты должен придумать какое-то решение, куда этот пластик гостью девать дальше. И все развивалось, развивалось, мы бронштурмили, и в итоге мы придумали, что у нас есть гараж от китайского привета, где был наш склад. И мы его переделываем в сортировочную станцию и начинаем принимать мусор на сортировку. Круто. То есть вы пошли в пластик, но зато будете сортировать, и будет нулевой баланс. Не нулевой, он будет гораздо лучше. Потому что, да, потому что мы еще будем принимать не только наш мусор, а мы будем принимать... Круто, который может привезти сюда бесплатно. Круто. И будет называться пластик-клаб. И это тот, кто вот, да, креативу, мне кажется, подходит. Ну, в смысле, тут не мы с Мишей вообще, это команда придумала. И вот они даже реализовали сами полностью. Скажите, вот если подводить черту под вашей совместной карьерой и так далее, вот самое главное, что вы поняли за эти годы, что нужно для успеха тем, кто еще не сделал, или тем, кто сделал, но хочет еще. Вот одна вещь. Не ссать. Я сейчас не про поход в туалет, я про страх. По очень простой причине. Поскольку большинство вещей, они находятся вне зоны нашего контроля. И результаты непредсказуемы. То есть все, что мы можем сделать в нашем бизнесе, это сделать очень хорошо то, что мы делаем. А результат непредсказуем. Поэтому нам остается только сидеть и наблюдать, и ждать, что смотреть, что будет. Поэтому какой смысл бояться. Круто. Даша, твоя версия. У нас есть главный вот такой месседж наш по жизни. Это что лучше сделать и жалеть, чем... Чем не сделать и жалеть, что не сделать. Да, да, чем жалеть, что не делать. Прекрасный принцип. Поздравляю. Спасибо. Слушай, круто. Молодцы. Я прямо вот завидую вам. Привет. Меня зовут Миша Коцурин. И я папа бренда. Привет. Create whatever. Whatever. Привет. Я Даша Коцурина. Я мама бренда. И create whatever. Ребят, такое предложение у меня. Давайте вы угадаете, сколько было продано. Вот в августе китайскому привет будет 5 лет. Сколько мы за эти 5 лет продали нашего самого популярного блюда. Курицы в кисло-сладком. И тот, кто угадает, получит обед. Ужин. Ужин. На двоих. На двоих. Романтический. Да. В нашем новом проекте, который откроется этим летом. Который будет в круглом здании, который находится на улице Рейтерская. Рейтерская. Никто не знает, что там будет. И вот вы приходите и поужинаете. Если вы ответите, а ресторан откроется, а вы приедете в Киев, а все будет хорошо, кривит вот этого. Уезжаем под пол. То, что там будет, показывать вам нельзя. Нельзя. Это секретное место. Это секретное место.